Чаблоня налив белый сорт. Уже на маленьком дереве двухлетнем есть урожай. Все эти деревья Михаил знает досконально, потому что сам ухаживает за каждым кустиком и деревцем. Работает в питомнике с детства, помогает родителям. Это семейный бизнес в Уфаевых из Крыловского района. Парень хочет продолжить дело родителей. Ухаживаю за растениями, удобрениями, опрыскиваниями. Собираюсь поступить в аграрный университет Кубгау, чтобы продолжить деятельность питомниководства. Питомник занимает больше 9 гектаров. Здесь выращивают яблони, черешни, сливы, голубику, можжевельник, лаванду, розы. Перечислять можно бесконечно. Больше 100 видов растений. А главное, посадочный материал для них используют свой. Во время рабочего визита в район с предприятием знакомится губернатор. Глава семейства рассказывает Вениамину Кондратьеву, как начинали свое дело. Начиналось все с 20 соточек. Подсепенно увеличивали до 80 соток. Все благодаря господдержке. В 2017 году мы подали в Минсельхоз заявление на участие в конкурсе начинающих фермеров. Получили грант первый, полтора миллиона рублей. Вот, где приобрели, вот он, синенький, наш первый трактор, который до сих пор, он трудится. Мы уходим, лелеем. Также благодаря гранту появилось еще шесть тракторов, которые облегчают работу фермера. Однако полностью никакая техника не заменит человеческий труд и любовь к своему делу. Да, это хвостик убирается, и вот с этой почечки. Это будет розыск, это еще большой-большой труд, очень огромный труд. Мы живем здесь и живем этим всем своим. Так что, это, знаете, очень красиво, очень интересно, когда весну видишь, маленький, зелененький, новенький росточек, такой вот, вот такой, трепещется на ветру. Так вот, так вот. Вы знаете, я даже не сомневаюсь, что вы этим живете. В этом залог успеха. Сегодня нужно трудиться. И, конечно, у нас такие же фермеры, очень такие работящие, очень неугомонные, результативные. Но в этом-то и залог успеха экономики в целом региона, еще и в таких людях. Такие люди не боятся трудностей и смело принимают вызовы. Когда ввели санкции, предприятие переформатировало работу. Там начали выращивать новые для питомника виды растений, а также использовать материалы отечественных производителей. А это оборудование ускоряет и облегчает процесс посадки. Оно засыпает грунт, удобряет его, делает отверстие. Работнику остается только опустить саженец. Это вот тоже наши. Мы приобрели очень довольный, очень довольный. Техника эта. Вот, друзья, это все развитие, чтобы мы не говорили, потому что такое увидеть нельзя было еще три года назад. Это все было импортное. Все эти горшки были импортные, саженцы все были импортные. Все было из Италии, было из Польши, откуда угодно было. Сегодня, сегодня, ничего, говорят, наше. Сегодняшнее время, там это время возможно. Возможно, все верно, да. Больше не говорю, что и так вот постепенно, шаг за шагом, будет то, опять-таки, о чем говорит наш президент. Экономический суверенитет, экономическая независимость, она вот так создается. Независимость государства зависит и от его будущих умов, детей. Поэтому в крае строят новые современные образовательные учреждения, которые оснащают по последнему слову техники. Одно из них появилось и в станице Крыловской. В первой школе пристроили корпус для начальных классов. Однако есть место, которое будет объединять всех учеников. И это столовая. Начальная школа, 221 человек у нас, они сразу садятся, покушали. А второе, среднее и старшее звено, они идут в следующий период. Я соглашусь, что правильно вы говорите, что кормят как дома. Потому что пирожки со школьной столовой мы до сих пор помним. Вот даже мой, возраст ваш. Совершенно верно. Мы помним. Вкус этой еды, домашней еды. Потому что повара были там до сих пор помним. Тетя Аня, и эти булочки помним, и компот. Вот, но все равно с нами на всю жизнь. Поэтому важно, чтобы и у наших детей так же было. Также в школе появились большие классы, учительская и актовый зал. В этом корпусе уже проводят тематические смены. Поэтому ученики успели оценить новое пространство. Вы учились, еще не было этой части школы. Но вот с этой частью лучше, комфортнее? Да. А чем лучше? Красивая, новая, чистая. Школа раньше была старая, сейчас новая, хорошая. Ребят, самое главное, чтобы вы в ней выросли по-настоящему и образованными, и здоровыми, конечно, но и физически сильными. Ваши спортзалы тоже хорошие здесь в школе? Да. Вот это очень важно. Все для того, чтобы вы стали, главное, успешными. Успешными, потому что успех от вас ждут и ваши родители, и ваши педагоги, и мы от вас ждем успеха. Ваш успех – это наш успех, успех нашего края, успех страны. Физическую силу духа воспитывают в Центре единоборств, который заработал в Крыловской в прошлом году. Сейчас там занимаются больше 150 мальчишек и девчонок. Губернатор общается с юными спортсменами, а также с их тренерами. Людмила Харченко – приглашенный специалист. Она приехала о Шленинградской области, преподает в Центре с начала его открытия. Как у вас в целом? Да, все хорошо. Пленировка проходит, хорошо? Отлично, уже закончили. А условия как? Отличные условия, замечательные. Главное, что сегодня вы с нами, и самое главное, с этой молодежью, которая должна вырасти сильной, здоровой, силой духа – это все самбо. И благодаря вам будут обладать вот этими самыми качествами, которые сегодня нужны, а завтра будут тоже нужны. В Центре работают секции самбо, спортивной борьбы и бокса. Вместо зала для разминки для ребят постарше сделали тренажерку. Надо делать все, что будет востребовано молодежью. Это же для них. Если им нужен тренажерный зал, пусть он даже вот такой, он должен быть. Поэтому абсолютно верно. По большому счету мышцы же тоже надо где-то качать. Ну, пусть здесь качают мышцы, а там выносливость, как бы сила духа и все в совокупности даст тот результат, который мы хотим. Чтобы они выросли и гармоничными, и физически развитыми, и успешными. Но общество должно позаботиться о своих детях, о своих, и создать такие условия. Вот то, что мы и делаем. Мы создаем условия для своих детей. Потому что завтра они по-настоящему будущее этого общества. О нынешнем положении района и планах развития предметно говорят на встрече руководства края и местных жителей. С последнего подобного разговора в 2020 году Крыловский заметно набрал темпы. Собственные доходы выросли больше, чем на треть и достигли 572 миллионов рублей. Выросла инвестиционная привлекательность. Прирост на 182%, то есть на 82% это действительно такой хороший, впечатляющий показатель. И я хочу сказать, что если такая динамика сохранится в целом и в районе, и в крае, то мы впервые в истории превысим 1 триллион инвестиций по итогам года, чем поставим для себя новый такой максимум исторический. Ну и выйдем на ту траекторию стратегии 2030. Глава региона отмечает высокие показатели статистики, но уверен, видеть эти результаты должны в первую очередь сами крыловчане. Здесь наравне со всем регионам развивается промышленность, торговля и социальное строительство. Построили фаб в поселке Обильно. В этом году завершено строительство нового фаба в хуторе Тверской. В центре станицы ведется и заканчивается уже, к счастью, строительство детской поликлиники. Вы стали одним из 19, даже, так скажем, 18 муниципальных образований, где было принято решение по федеральной программе строить поликлиники. Это новая программа, она в том числе будет реализована у вас. И там же женская консультация. После докладов заместителей Вениамин Конратьев хочет услышать из первых уст, что беспокоит жителей. Так в станице Октябрьской уже много лет добиваются строительства татуара вдоль протяженной дороги. Артерия пересекает весь населенный пункт, а дорожка должна соединить жилой сектор, школу, детский сад, промзону. У нас в прошлом году была отремонтирована краевая дорога по улице Тищенко. Спасибо вам большое. Но нет тротуара по улице Тищенко и улице Энгельса. Сейчас подготовим документы, если даете поручение. И к концу лета будет у нас проект, вернее контракт на разработку проектной документации с прохождением экспертизы. Ввиду того, что протяженность порядка 7 километров, без промзоны где-то 6,5 километров. Дмитрий Николаевич, я прошу для вас остаться, посмотрите, если он будет пользоваться и он востребован, то, пожалуйста, конечно, татуар должен быть. Потому что если есть дорога краевая, то, конечно, татуар должен быть, тем более с освещением. И он будет построен столько, сколько нужно, одним словом. Но подойдем по хозяйски. Вопросы из зала об обновлении сетей водоснабжения, асфальтировании небольших участков дорог, строительстве парка. Все максимально приземленные, отмечает губернатор. Люди хотят видеть красивыми и уютными свои родные станицы и быть частью большого и развивающегося региона. Сегодня в зале не было вопросов, которые просто хочу дойти. Вопросы были о жизни. Я благодарен вам за то, что вы понимаете, да, есть элементарное, что нужно делать. И дороги, и тротуары, и амбулатория. Это то, что нужно для текущей жизни. Важно, что вы прекрасно понимаете, что сегодня, сегодня, да, жизнь должна продолжаться. Но есть приоритеты. И я уверен, что каждый из вас эти приоритеты для себя расставил. Всего в этом году Крыловский район получит миллиард 200 миллионов рублей с краевого и федерального бюджетов. И средства эти пойдут на улучшение жизни. Появятся новые спортзалы, объекты ЖКХ, здравоохранение и культуры. Все для того, чтобы местные жители жили в процветающем районе и гордились малой родиной.